Но и на таком, на первый взгляд, простом и легком транспорте, как велосипеды и самокаты, нужно соблюдать бдительность и осторожность. В первый день лета в Мурманске около остановки «Молодежный проезд» девочка 12 лет не справилась с управлением электронного самоката и врезалась в троллейбус номер 6. Ребенок доставлен в больницу с серьезными травмами. По данному факту проводится проверка. Подробности в сюжете Анны Прудник. Самокат на этой станции проката по адресу Кольский 102 арендовали девочки-родители. Проехав буквально пару метров, ребенок не справился с управлением, выехал с тротуара на проезжую часть и врезался в троллейбус. В ГИБДД утверждают, далеко не каждый ребенок может совладать с таким транспортом. Мы бы, наверное, рекомендовали поставить в первую очередь перед собой три вопроса. Кто будет ездить на этом самокате, где и как. Не все, к сожалению, регламентировано законодательно. В данном случае нужно, наверное, использовать меры безопасности как таковые и руководствоваться в первую очередь правилами для пешехода. Что касается девочки, то после ЧП она с травмами была доставлена в больницу. Причин такой аварии может быть несколько. Отсутствие навыков езды у школьницы, неисправность самоката, неровности на дороге или же все вместе. Исключить риск в таком деле невозможно, но обезопасить себя запросто. Достаточно купить специальную экипировку, делик без по правилам ПДД не будет лишним. Здесь нужно быть аккуратным, открыть правила дорожного движения и посмотреть, не получится ли так, что ваш ребенок, управляя электросамокатом, окажется на дороге водителем мопеда без права управления транспортного средства. Потому что определенная мощность может очень легко перевести наш электросамокат в разряд мопеда. Инспекторы ГИБДД Мурманска настоятельно рекомендуют тщательно готовиться к использованию самокатов и скутеров и рассчитывать все риски во избежание неблагоприятных последствий. Анна Прудник, Виталий Артемьев, Артик ТВ